Я считаю, что все средства, которые я использую, они оправданы. То есть мы не берем там, как проходит физическая война, где убивают людей, и тут можно дискутировать, что в деких случаях убийство было там оправданно, там можно дискутировать, потому что умирают с украинской стороны, умирают со стороны России, как военные, так и какие-то наемники, умирают со стороны мирных жителей, здесь можно дискутировать. У нас все мирно, у нас все мирно, мы никого не убиваем, мы блокируем, более того, за счет того, что мы заблокировали, допустим, счета, это, как я говорил, что уже по состоянию 15 месяцев, я оцениваю, как минимум 7 миллионов долларов заблокировано, они на эти деньги не купили оружие, амуниции, различные патроны, бронежилеты и так далее, и не убили людей, дали. Учитывая, что мы там, допустим, взломы, допустим, сайтов и электронной почты дали эту информацию, они захватили, поймали людей, и главное, чтобы они еще работали, да, и ловили этих людей, по той информации, которую я предоставляю, такие случаи были. Таким образом, те люди, которые были пойманы и посажены, допустим, в СИЗО, уже они не могут участвовать, кого-то убить, плюс они не были убиты, и жизнь спасена, плюс, когда мы еще, самая первая одна из ранних операций, сразу же ее начала, когда объявила украинские близко, эта операция, я назвал ее Кибершторм и Киберорган. Кибершторм смс-ками блокировать, мобильные телефоны, а Киберорган звонками. Мобильные телефоны, причем это такие, какие-нибудь штабы террористов, их различные ведомства, их приемные с записью в ополчение, так называемые. То есть запись в террорист, в ряды террористов. Учитывая, что эти телефоны были нами заблокированы, потому что слали смс-ки, слали телефонные звонки сутками. Они меняли номера, им приходилось менять сим-карту, покупать новую сим-карту, вставлять, на сайте менять номер. Соответственно, у них возник было тоже много, но за счет этой блокировки им не дозвонились различные люди, которые просто повелись на футюрскую пропаганду и хотели записаться. Таким образом, мы их жизнь спасли. Даже или полностью, или как минимум кому-то, кто-то на полгода позже записался в ополчение, как минимум полгода прожил, перед тем, как его там позже уже в бою где-то он умер, но как минимум мы ему хотя бы частично спасли жизнь, а кому-то и полностью. Таким образом, мы самые миролюбивые войска в мире. В связи с вашей деятельностью. И учитывая, что мы никого не убили, и даже спасали жизни, это претензий быть не должно, наоборот, все должны быть благодарны. А с точки зрения наших операций, то в основном все из них, кроме нескольких, они никаким образом не нарушают украинское законодательство. Допустим, различные закрытия через жалобы, это делается официальная жалоба. Давайте поговорим о тех, которые нарушают украинское законодательство. Давайте я перечислю, и мы поговорим. Допустим, я перечислю все операции. Допустим, операции, которые уже были, и мы их закрыли, потому что через некоторое время просто желающих у них участвовало, просто стало меньше, и я их закрыл. Такие операции, как Кибершторм, Киберураган. Операция Кибершторм-2, это, собственно, смс-ки с пропагандой, уже не просто блокировка. Давайте называть название, и что это такое. Значит, операция Кибершторм, это блокировка телефонов смс-ками. Операция Киберураган, это блокировка звонками мобильных телефонов, но в отличие от смс-ок, если звонить звонками, то можно даже название на стационарный номер, обычный стационарный номер, и тоже название, чтобы у человека постоянно была линия занята. Таким образом тоже это можно делать. Далее, операция, допустим, Кибершторм-2, это отправляли смс-ки с пропагандой, мы за вами следим, сдавайся и так далее, такое психологическое давление на людей. Операция Бендер, это, по сути, как Кибершторм-2, то есть позвонить и поговорить с террористами. Желающих было мало, потому что это надо, как бы так, на уровне социальной жизни, поговорить и убедить, что ты там, мы за тобой следим, сдавайся, заканчиваем терроризмом, или просто на уровне, несколько людей все-таки несколько звонков сделали, записали за всем, у нас есть даже три таких записи, две из них с Губаревым, один из лидеров ДНР, и один, по-моему, Гиркина, того самого известного террориста, который грушник из России. Соответственно, им позвонили и записали целый разговор. Причем человек, который звонил, он сам говорить не хотел, он брал аудиозаписи, переговор его террористов, уже которые СБУ опубликовали, когда это был сбит Боинг. И брали фрагменты, просто вставили эти фрагменты, голоса известного российского ФСБшника. И он голос говорит на какой-то фрагмент, там, привет, и так далее, и так далее, чтобы каким образом выманить на разговор этих Губарева и других людей, которым звонили, и они там начинали что-то говорить, думали, что это кто-то знакомый террористом звонит, начинают что-то рассказывать, потом понимали, что это обманка, что это как бы пранк, но такой пранк с такой разведки, аудиоразведка своеобразная. И они там что-то говорили, заканчивая все уже ругательствами, в нашу сторону, особенно если гимн Украины поставить, на Губарев там уже нет.